Музыка Мы считаем очень важно на примерах людей, которые посвятили всю свою жизнь науке, показывать молодежи, да и вообще обществу, что наша профессия не такие уж плохие. Первая книга этой серии, или первая книга в двух томах, эта серия посвящена Наталье Евгеньевне Бажановой. Она была экономистом, историком, политологом, социологом, публицистом, педагогом и многое сделала, на наш взгляд, в науке. Первый том этой книги содержит следующие разделы. Первый раздел – это ее биография, все ее достижения в научной области, в дипломатической сфере, она и в этой сфере работала. Дальше идут рецензии на ее книги, на ее работы, публикованные как в Советском Союзе и в России, так и за рубежом. И третий раздел первой книги – это письма, которые она получала на протяжении своей жизни. Ну и второй том основной – это воспоминания. За 6 месяцев мы работали над книгой, мы собрали 130 воспоминаний, написанные совершенно разными людьми. Я немножко расскажу о Наталье Евгеньевне, поскольку для того, чтобы у вас появился хоть какой-то интерес, читать эти книги надо немножко и о ней сказать. Значит, она росла в Баку, потом в Москве, и закончила среднюю московскую школу с золотой медалью. Поступила в МГИМО, училась в институте МГИМО тоже, только на одни пятерки. И кто же был ее студентами? Анатолий Васильевич Таркунов, ректор МГИМО, академик, посол России в Северной Корее, Валерий Денисов, 93-96 годы, посол России в Северной Корее Андрей Геннадьевич Карлов, сейчас он наш посол в Турецкой Республике, Валерий Николаевич Ермолов, посол Российской Федерации, до этого был посланником Северной Кореи, сейчас он посол в Малайзии, это, в общем, цвет нашего востоковедения. Но она решила не преподавать, а заняться наукой, и выбрала такую, пошла в институт востоковедения на работу, и выбрала такую сложную тему, экономика Северной Кореи. Написала диссертацию, защитила, потом мы поехали с ней работать в Сан-Франциско, в генеральное консульство. Нас послали туда, прежде всего, изучать восточные диаспоры, которые живут в США, я с акцентом на Китай, китайцев, живущих в США, она с акцентом на корейцев. И она тут же стала невероятно популярной среди корейцев, проживавших в Калифорнии. И общались мы с южнокорейскими дипломатами, нам это было строго запрещено. Советский Союз Южную Корею не признавал, считал, как учили нас наши северокорейские друзья, что это южнокорейские гангстеры на услужение американского империализма. Приходили к нам консульские работники и давали билеты. Вот билет первого класса, вашей супруге и вам. Вас ждет Пак Джон Хи, руководитель Южной Кореи, давайте мы вас в качестве гостей. Мы, естественно, отказывались, но интересно, что об этом тут же узнавали северокорейцы, которые тут же вручали протест нашему МИДу, и наш МИД делал нам втык. Зачем общаетесь с южнокорейцами? Мы что-то там объясняли, что случайно шел по улице, кто-то что-то уронил, кто-то поднял, оказалось южнокореец, так не виноват. И вот мы вернулись из США, и Наталья Евгеньевна пошла опять на работу в Институт Остоковения. А в это время Институт возглавлял Евгений Максимович Примаков. И вот Наталья Евгеньевна под влиянием общения с южнокорейцами, видя, как они настроены в отношении СССР, стала выступать на семинарах, на сетанализах, что нам пора признавать Южную Корею. Евгений Максимович мою жену поддерживал. Он добился, и я считаю, что моя супруга Наталья Евгеньевна внесла, безусловно, определенный вклад в переосмысление нашего подхода к Южной Корее и к нашему движению к нормализации отношений, что, безусловно, было и остается в наших национальных интересах. Ее популярность еще была связана с тем, что она помогла защитить диссертацию одному очень известному человеку. Когда мы еще работали в США, она познакомилась с неким Ким Де Джуном, диссидентом, который скрывался тогда от южнокорейских военных властей. А потом его избрали президентом Южной Кореи в 1997 году. Он пригласил нас на инаугурацию, потом отдельно устроил встречу с нами и сказал, что она его учитель, поэтому она его учитель на всю жизнь. Ну и ее популярность уже не просто зашкаливала, а перешла все границы. В 2003 год в Пусане азиатские игры, и Ким Де Джун собирает, как он написал в приглашении, лучших кореистов земного шара. Собирается со всего мира кореисты. И идет обед. И западно-германский корист спрашивает Ким Де Джуна, как вы оцениваете ситуацию в северокорейской экономике. Ким Де Джун отвечает, вы знаете, я, конечно, президент Южной Кореи, я могу вам ответить на этот вопрос, но здесь есть человек, который лучше меня разбирается в северокорейской экономике, и вообще лучше всех. Это вот Наталья Евгеньевна Бажанова. Всего она издала 26 книг. Ну и плюс, конечно, очень много глав в разных изданиях, в Южной Корее, в Японии, в Китае, в Соединенных Штатах Америки, в Европе и так далее. Продолжение следует...